АРМЕНИЯ 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 Важнейший элемент, который для Армении, пожалуй, даже важнее, чем экономическая безопасность, хотя экономическая безопасность тоже важна, но военной безопасности он гарантии не предоставил. Хотя надо отметить, что вот в западных заявлениях в этой декларации четко прописано, что они поддерживают Евросоюз и США, поддерживают территориальную целостность Армении. То есть вот на фоне того, что Россия и ОДКБ фактически отказались поддерживать территориальную целостность своего союзника, Запад демонстрировал то, что он поддерживает территориальную целостность Армении. Хотя понятно, что Западу, допустим, воевать за территориальную целостность Армении не придется. Но хотя бы обозначить вот так вот свою позицию он может, и он это сделал. И, кстати, я должен сказать, что территориальную целостность Армении поддержали не только западные страны, но такие страны, как Иран, Индия, вот многие другие страны. И это, в общем-то, очень, так сказать, плохой сигнал для России и особенно для МИДа России, которые вот и проводят эту самую политику, которая фактически привела к разрушению Российско-Армянского оборонного союза, а сейчас фактически выталкивает Армению экономически на Запад. Ну, я просто не знаю, как это назвать. Вот это либо идиотизм, либо вредительство. Ну, с моей точки зрения, это результат того, что Иран с подозрением смотрит на Азербайджан и с не меньшим подозрением смотрит на Турцию. У них разные интересы, они периодически вступают в конфликты, поэтому это исключительно это. А для Ирана, я так понимаю, что соображение Тегерана не следующее, что если Пашинян будет встречаться с Блинкеном и Фондерляйн, это будет означать, что Блинкен и Фондерляйн в какой-то момент выступят против Азербайджана. Не столько поддержат Армению, да, для Тегерана важно, что они создадут сложности Азербайджану, и в этом случае Тегерану будет легче разговаривать с Баку. В случае определенного ослабления Баку у Тегерана открываются дополнительные возможности вымучивания своих интересов как раз в взаимоотношениях с Баку. Сегодня у Алиева достаточно преимущественно в пограничном споре с Армением, и Алиев пытается их сохранить. А любые движения, которые усиливают Пашиняна, будь то со стороны Евросоюза или со стороны Тегерана, это косвенно на самом деле ослабляет позицию самого Алиева, то есть позицию Баку. Он пытается этого не допустить, поэтому всячески выражает свое неудовольствие. Ну а результатом какой-то, какой там может быть результат? Ну, обменяются какими-нибудь неприятными фразами. Другой вопрос, вот если Тегеран вдруг с перепугу решится совершить провокацию у посольства Израиля в Баку, вот тогда можно рассуждать о каких-то реальных последствиях. И то эти последствия будут, в общем, в основном, конечно, политическим характером. Тем более, что я не думаю, что Иран как раз в Баку может совершить что-то подобное. США не просто член НАТО, он ее лидит. Это американская организация. И если США поддерживают, то и НАТО поддерживает. Заявление означает, что для Эрдогана и Чуршаву НАТО уже никто не значит. Я пока не очень верю, что Турция способна дать оружие в три раза больше, чем США. Турецкие военные склады гораздо меньше Америка. Турецкая экономика значительно меньше Америка. Ну, тут и в это верят. Самое заявление, в первую очередь, конечно же, является НАТО. Потому что это почти не прикрытый мятеж против лидерства Соединенных Штатов. Но и Армения с Азербайджаном тоже. Но Анкара не может заказантировать это отпуске. Потому что когда Чуршагу говорит, что Азербайджан не претендует на америки территории, он имеет в виду то, что Армения, как он, его юрюк, турецкий, бывший турецкий министр Юридов, вот это то, на что Азербайджан не претендует.